ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здравствуйте, друзья! С вами Маракайси. Вы смотрите передачу приколы и баги. И начнём мы вот с такого вот игрока на Т95, который в начале боя полз медленно по мосту, но всё-таки это Т95. И самое смешное, что он умудряется как-то застрять. Конечно, если посмотреть на его статистику, то всё сразу же станет ясно. Я не люблю тоже судить прямо игроков по стате, поэтому я в большинстве случаев файл-мемер отключаю, потому что даже какие-то жёлтенькие игроки, они могут играть очень даже неплохо. Но то-то, честно говоря, всё ясно, потому что игрок нашёл всё-таки место, где ему застрять. И хорошо, что в этом бою победа, а то так бы команда лишилась топовый танк девятого уровня. Фугасный японский танк восьмого уровня, ОХО, выцеливает Ваффентрагер ПЗ-4. Как вы думаете, что с ней будет? Да ничего, он попадает ей в башню, но не наносит абсолютно никакого урона фугасным снарядам. Да, бронированная всё-таки ПТ-САУ, сложно её пробить. Вражеская ПТ-САУ ИСУ-152 подкрадывается к FCM 50 тонн, стреляет ему в борт и происходит рикошет. Снаряд угодил прямо в союзника ИСУшки, в Т-28 прототип и уничтожил эту ПТ-САУ. Вот это стечение обстоятельств и стоит позавидовать везению FCM. Ягд Пантера 2 разгоняется с горы и решает протаранить ИС-3. И вот что из этого выходит. Удаётся поставить ИС-3 на одну гуслу и держать его так, чтобы он, так сказать, никому не навредил. Ну, Пантера могла бы его и подольше подержать, а то всё-таки он успел выстрелить. Но всё равно приходит. Арта Батчат встречает АМХ-13-90, у которого, конечно, полный барабан снарядов. Она наносит ему урон, начинает его таранить. Светляк один раз стреляет, два раза стреляет, не пробивает, три раза снова непробитие. Опять выстрел, рикошет, ещё один выстрел и снова рикошет. Вот это бронирование у арты. А ещё говорят, французская арта абсолютно картонная. Да, она, по-моему, танкует лучше, чем тяжёлый танк. АМХ-50-120 долго думал, стоит ли ему упасть на Waffenträger Борщик. И всё-таки он решается, прыгает. И самое смешное, что он не умирает. Как говорится, упал на картон. К счастью, всё благополучно сложилось. Далее, замечательный выстрел на Т-44. Игрок падает с горы и в полёте уничтожает вражескую 54. Получился очень красивый выстрел. И действительно, не зря игрок сделал это. Чаще всего, когда арта встречает вражеского светляка, то всё заканчивается для неё крайне плачевно. Но бывает такое, что светляк совершенно неопытный. Арта Conqueror Gun Carriage на перезарядке и подъезжает М41 Bulldog. Начинает он расстреливать арту в лоб, но пробить её не может. И за что и отправляется в ангар. Абсолютно заслужен. Леопард Сиганол с горы на противника на Т-34-85. И убил его своим трупом. Ну что тут сказать. Просто гениальная идея. Так и нужно играть на ЛТ. Далее, ЛТТБ падает на Bulldog. Но что-то пошло не так. Он его не задавил и его тут просто разорвали на клочья. Далее, Т-59 падает на противника на Т-54 облегчённым. И давит его. Ещё один красивый выстрел в полёте. На этот раз на Т-62. Игрок уничтожает предпоследнего противника Е-100. И забирает в свою копилку фраг. Ну, правда, сам разбивается. Очень часто игроки присылают подобные реплеи. Где они втораниваются в здание, или в какой-нибудь домик, или камень. И в итоге проникают туда внутрь под текстуру. И не могут оттуда выбраться. И такие реплеи я не раз вам показывал. Уже давно. И меня удивляет, почему до сих пор не исправили этот баг. Ну и дальше, как всегда, заценим крутые выстрелы. Вот выстрел на японском танке Охо. Просто невероятно. Как он так выстрелил и попал, да ещё и БК взорвал. Просто быть такого не может. И далее ещё один выстрел на японца Охо, который запросто уничтожает ВК-шку. Без сведения. Далее КВ-1 тоже радует противника. Ну, такой выстрел неплохой, но не фонтан. И замечает вдалеке Е-25. В блоху попасть, казалось бы, просто нереально. Она ещё и из-за света пропадает. Но он всё равно делает попытку и вертухан в очередной раз не подводит. А вот выстрел японца, который зачем-то сводился. И снаряд пролетел прямо под ПТ-САУ. Далее СУ-152 выцеливает КВ-шку. Её не видно. Тем не менее, сплэшем удается нанести довольно большой урон КВ-шке. Следующий игрок вообще не думает о том, что нужно обнаружить противника. Достаточно выстрелить в какой-нибудь куст. И запросто по кому-нибудь можно будет попасть. Вот он стреляет в куст. И знаете что? Уничтожает противника Бульдога, который там засел. При этом враг ни разу не светился за весь бой. То есть чисто за счёт своей интуиции и знания, где противники часто сидят, он получил фраг. Далее невероятный выстрел с вертухана на Т-49. Игрок стреляет по объекту 140 и наносит ему 820 урона в корму. А вот вертухан знаменитого КВ-2. Без сведения, даже особо не видит, где там противник суетится. Следующий выстрел на Е100. Правда, стоит отметить, что у него стоковые орудия. Но, тем не менее, тоже выстрел добротный. Вы только посмотрите. Совсем немного видно батчата. Тем не менее, игрок как-то по нему попадает. А вот замечательный выстрел по светляку по указке. Отлично получилось. Далее ОИ-экспериментал решает, что пора бы выстрелить ему по вражеской базе, так как ехать до неё слишком долго. Итак, шот по вражеской базе. И готов один уже противник Су-76М. Далее Е100 не утруждается тем, чтобы сводиться. Он стреляет по пропавшему из-за света светляку и уничтожает его. Следующий момент происходит, когда ИС стреляет в борт фигуру. И получается красивый рикошет, который отлетает в противников В-201. Следующий момент происходит с Т-54. Он врезается в дом и проникает внутрь него. Ну, в общем-то, я уже говорил, что такие моменты бывают очень даже часто в нашей игре. И, к сожалению, их ещё не пофиксили. А может быть и к счастью, потому что забавно выглядит. Далее игрок красиво уничтожает противника, который подпрыгнул вовремя на кочки. И получился замечательный фраг. Следующий момент происходит, когда по МТ-25 стреляет в 54-ка. Происходит рикошет и снаряд отлетает в ПТ-шку, которая стояла рядом. Игрок на Т-62 весь бой тащил. И под конец боя остаётся только уничтожить одну арту. Он наносит ей урон, она становится шотной. Она начинает выцеливать нашего героя. Выстрел, промах. И арта сейчас может выстрелить. Она стреляет и рикошет спасает игрока. Вот это невероятная удача. Итак, на этом всё, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте присылать свои реплеи в рубрику по ссылочке в описании. Не забывайте также ставить лайк и подписываться на канал. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока!